народ всем привет мучаю я опять от свой тарантас так ну по фильтру у нас вчера мы делали фильтр все он в рабочем состоянии то есть тут не микро не утечек ничего нету все нормально то есть все сухо сейчас я пробовал то есть вот так я пока временно все подсоединил здесь у меня бачок он стоял вот получается чем не стоит сейчас я вам покажу то есть распределителем я пробую вот этим все он вот так здесь на это распределитель делает самодельный такая вот тот трехугольничек вырезается обычный штуцер и дальше пошла фильтр то есть подача фильтр и обратка с фильтра обратка это середина где резьба насчет распределителя короче смотрите что у меня происходит подсоединил я подачу подсоединил я обратку то есть я завожу через две-три секунды меня мотор заглох начал вручную прокручивать понял что не работает вот это вот обратка то есть давление набралось в инша в шлангах ну и очень тяжело крутится то есть смысл в чем сразу идет вот с этой вот с этой вот с этой и вот с этой из четырех из четырех или с пяти дырок почти половину то есть сразу получается с них идет подача ну короче скорее всего наверно отдавать его буду куда-нибудь на ремонт давай сейчас заведу покажу скорость поставил я жиклер на цилиндр жиклер но поставил или у меня воздух или то есть он великоват туда и и и и и и и и видно что падает но я думаю что здесь причина наверно в воздухе потому что ток сейчас все подсоединил вот здесь нет жидкости сейчас надо его прокачать вот Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. То есть ошибся я сторонами. Вообще в импортных цилиндрах во всех стоят жиклеры. Ну не во всех, а во многих. И они стоят с двух сторон. Вот, у меня, так как у меня один жиклер, поставил я его, сначала он был снизу, мы видели, очень было резкое, то есть падала стрела. Теперь я его поставил сверху, все, проблемы мы этой избежали. То есть что вверх она поднимается, что вниз, под своим весом, все это одинаково. То есть с помощью такого жиклера обычного можно сделать плавность. И не зависит это от распределителя, то есть какой он там, можно сделать, вообще любую плавность ходит. Но я скажу опять одно, что у меня 1 к 4 НШ. Если будет НШ напрямую, или там будет он у вас 1 к 2, 1 к 2 может быть еще получится. 1 к 4, то есть вот он результат, все. Если мы цилиндр увеличим в два раза, то у нас и скорость уменьшится. Снял я показать вам. То есть вот она часть, ее можно поставить и на сам распределитель, и на цилиндр, без разницы. То есть вот здесь резьба, и вот эти вот они съемные. Сейчас я вот посмотрел, ну, да и миллиметр, может полтора, здесь вот отверстие в нем, наверное, не видно. То есть все, вот много я смотрел разных экскаваторов, там самоделок есть в интернете. У них очень быстрая гидравлика. Может быть, скорее всего, люди просто первый раз пробуют и не знают про такие, то есть, элементарные вещи. Так, друзья, что делать с распределителем, пока я ничего не знаю. В принципе, здесь можно потихоньку что-то пока делать. Скорее всего, я буду искать, куда его в ремонт отдать. Так он мне вообще нравится, и хороший он, то есть его надо ремонтировать, с ним что-то не то. Ну, а пока, в принципе, можно сделать и на этом распределить, или попробовать. Но единственное, не будет у нас поворота влево-вправо. Ну, влево-вправо поворот тоже можно придумать как-то по-другому. Может быть, кто-нибудь что-нибудь подскажет. На сегодня у нас, в принципе, все. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока. Продолжение следует...